здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос несколько лет держу великий пост в последнее время стало тяжело без белковой пищи нельзя ли хотя бы по субботам и воскресеньям есть рыбу можно ли самому себе определить меру поста очень актуальный вопрос для очень многих наших подписчиков слушателей насчет рыбы да по субботам и воскресеньям разрешается в принципе разрешается черепокожные кальмары мидии устрицы камчатские крабы лангусты мангусты от мангусты наверно нет осьминоги раки крабы вот это все насекомые морские там где писался типикон они были дешевле грязи это они у нас тут деликатесы ну надо штипикон соблюдать и приходится тратить в 10 раз больше средств чем на всех этих гадов морских чем на мясную пищу и что же получается где наша социальная активность где исполнение святотических заповедей согласно которым ты постишься для того чтобы голодный съел то что ты не ешь в эти дни чтобы деньги которые ты тратил на себя были потрачены на них не у всех есть избытки снял с депозита миллион и раздал нуждающимся и там еще осталось 172 нет как правило большинство людей жертвы нуждающимся нет избытков нет дохода от тех средств которые ты с удовольствием потратил бы на себя это в эти дни меньше ешь билет в театр не купишь и продлишь месячную подписку на какой-нибудь кинотеатр полотенечко повесил на телевизор ну зато голодному купил 6 пирожков и это хорошо с этими всякими черепокожными получать ситуация очень непростая в плане социально милосердным но в принципе можно что с рыбой не все вытягивают пост только лишь на травках муравках нам мал мучных изделиях и на всех этих быстрых углеводах и толстеешь и дряхлеешь и и сахар поднимается пост для неправильно питающихся для неправильно его соблюдающих превращается в конечном итоге в десятки лишних килограмм но допустим в семинариях студенты рыбу едят потому что первых растущий организм а во-вторых напряженнейшая мозговая деятельность без фосфора без всех этих белков омег и иже с ними человек просто зачахнет я не могу сказать вам вот священник владислав береговой на портале экзегет благословляет всем вам есть рыбу конечно просмотров прибавится но и количество моих походов в правящем архиереи тоже увеличится отец чудо творить конечно хорошо но не на весь мир поэтому там скажу как есть каждый ешь как есть если бы до дело было в посте святым были бы коровами говорит андамаскин поэтому каждый для себя сам меру поста пусть определит богу не нужны больные православные христиане он не радуется того что количество заболевших жкт увеличиваются с каждым годом вот он требует все-таки некоторой рассудительности в этом вопросе мои знакомые врачи которые работают других поясах посевернее говорят что монахи этих монастырей северных сам больные люди конечно постятся по всей строгости вот и через несколько лет такой жизни нет ни зубов ни здоровья артрозы артриты и прочее 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 прочие беды потому что типик он питал писался в средиземном море там солнышко круглый год там витамина д немерено других макро микроэлементов вино настоящее не вот то что у нас на порошково продается мука настоящая а не то что покупаешь печенье вроде бы из муки смотришь состав а там состав на 8 строчек ты ожидал видеть мука мука вода соль сахар а там на 8 строчек всяких там эмульгаторов загустителей красителей ароматизаторов е2 е4 и понеслось и думаешь так а я вообще живых останусь как эту печеньку съем да в средиземном море таких проблем не было кусочек хлеба съел у тебя сил на целый день а не то что сел и пошел спать потому что сила жить уже нет бывает же такое бывает поэтому друзья мы входя в храм снимаем только шляпу голову не снимаем если вам врач говорит что вам нельзя хранить пост сон имеет ввиду что тебе необходимо есть кое-какие продукты может молоко может быть творожок может быть кефирчик может быть мясо даже но если тебе это все разрешено тот не знает что надо и всего этого лепить сырники поливать сгущенка есть мороженое из всякие там шоколадки и прочее не полезные на самом деле продукты ура согрешил тоже все как бы не буду данном случае для вас еда это лекарство лекарство не запрещено принимать никем и никогда поэтому сначала осветуемся с врачом с своим собственным организмом а потом уже думаем как нам для себя хранить этот пост для того чтобы пост был воздержание было вот и здравомыслия некоторые помните что если вы строго строго поститесь но при этом поедаете поедом своих подчиненных своих начальников детей мужей жен друг друга за ночью относитесь к тем кто как вам кажется ниже вас по социальной лестнице или не можете или оскорбляете тех кто как вам кажется сдачи никогда не даст то ваш пост не стоит гроша ломаного за медный пятак позорный день не продаж чтобы не было так как и недавно прочитал один купец документы царской эпохи конца 20 начало 20 века не пошел на день рождения большого друга горчаясь от этого потому что пост но на этой же неделе подавший суда в суда взыскание крупного долга своего должника который деньги дать не мог там тем самым заперев его в темницу тот в точности как в притче жестокосердным богаче которому царь простил большой док долг а тот не простил на или как в анекдоте про разбойников которые убив человека забрали все что не было кроме пакетика салом кажется пошнука великий пост нельзя сало есть уступить человека можно а вот салом есть не будем мы мало чем отличаемся от этих людей поэтому осмыслите свою жизнь и не забывайте что пост нужен ровно настолько вам чтобы приобрести навык воздержания и избавиться от привязанности к тем продуктом которые стали частью вашей жизни настолько что вы без них уже жизнь свою не мыслите надо избавиться от зависимости и научиться приобретя навык воздержания уже воздерживаться от страстей более тонких завести от тщеславия от гордости бог нам всем помощь не ешьте друзья мои друг друга внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео